Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми Людвиг Уланд 1787-1862 год Уланд самый талантливый поэт швабской школы Мастер лирической песни Продолживший народное направление в романтической школе Начатое Брентана и Арнима Родился в семье университетского чиновника Тюбингине Формирование его взглядов способствовал кружок руководимых Кернером Окончив юридический факультет Он совершенствовал свои познания по французскому праве Парижа Но больше занимался старо-французской поэзией и германистикой Уланд боролся за восстановление старой конституции и герцких прав Поддерживал борьбу против французского владычества Как вожак либеральной оппозиции Поссорился к правительствам и ушел из Тюбингинского университета Увлекаясь средневековой немецкой и старо-французской литературой Он приблизил к немецкому читателю поэзию средневековой лирики Вольтера фон дер Фрагервей Писал баллады о немецком средневековье Идеализируя его Но все же герои его баллад воплощали общечеловеческий характер В 1844 году он выпустил старые верхние и нижненемецкие народные песни Продолжив собирательную традицию Гердера, Арнима и Британа Он был знатоком истории средневековой западноевропейской литературы И устного народного творчества После его смерти было изданное материало к истории поэзии и саги Талантливый поэт Уланд обогатил жанр лирической песни Его песни отличаются простотой, искренностью, чувством, музыкальностью В них воспеты родная природа, любовь, высокие человеческие чувства Он запечатлел в своих песнях цельную несправедливость, трагедию реальной жизни Самая его популярная песня была у меня товарищ Шуман и Мендельсон писали музыку на его стихи Ну вот так, вкратце, конечно, из книги «Зарубежная литература. XIX века. Романтизм» Под редакцией профессора Засурского А теперь немножко прочитаю его стихи Три песни Споет ли мне песню веселую скальт? Спросил, озираясь, могучий асфальт И скальт выступает на царскую речь Под мышку арфа на поясе меч Три песни я знаю В одной старина Тобою могучей забыта она Ты сам ее в лесе дремучем сложил Та песня отца моего ты убил Есть песня другая Ужасна она И мною под бурей ночной сложена Пою ее ранней и поздней порой И песня-то Бейся, убийца, со мной Он в сторону арфу И меч на голову И бешенство грозное лица зажгло Запрыгали искры по звонким мечам И рухнул асфальт Голова пополам А раздайся ж последняя песня моя Ту песню и утром и вечером я Греметь не устану Пред девой любви Та песня Убийца повержен в крови Вот такое стихотворение Следующее Прощание Так прощай мою радость Прощай Дождались мы с тобой расставания Поцелуешь меня Приласкай Уж другого не будет свидания На прощание Нарви мне цветов Все на яблони ветки белеют Не вижу на ней я плодов Без меня они летом созреют А вот стихотворение Под названием Добрый товарищ Был у меня товарищ Товарищ дорогой Бил барабан тревогу Он шел со мной в ногу Шаг в шаг Рука с рукой Тут вдруг шальная пуля Не мнели Нету с ног Его рядом свалило Как словно отхватило От тела мне кусок Он протянул мне руку А мне убивать заряд Ну не защи сердечный Дай мира в жизни вечной Тебе Господь Ковра И в заключении Стихотворение Мщение Изменная слуга Паладина убил Убийца заведен Сан рыцарь был И шпоры и латы Убийца надел И в них на коне Паладина сел И мост на коне Проскакать Он спешит Но конь поднялся На дыбы Крапит А он шпоры Вонзает в крутые бока Конь бешеный Сбросил В реку Седока Ну так вкратце Конечно о Людвиге Уланде Талантливом поэте Швабской школы Мастере Лирической песни Продолжавший Народное направление В романтической школе Начатая Британа И Арнива Пока-пока До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok